Финляндия, Финляндия, Синнет, Тазмак, Каллахоли Ивана, Умолотов и Лупас, Юнгайки Хороши, Умена... Звучают слова народной песни эпохи Советско-финской войны. Дословно. Нет, Молотов, врал ты даже больше, чем сам Бобриков, ничего у тебя не получилось. Финляндия осталась свободной. Мы победили. Молотов — это министр иностранных дел СССР, для тех, кто не знал. А Бобриков — генерал-губернатор Финляндии, которая в свое время входила в состав России. В общем, примерно таков смысл сего произведения. Финская армия, уступая Советске, практически во всем за три месяца боев потеряла 26 тысяч человек. С советской стороны потери составили 127 тысяч, а захватили 40 тысяч квадратных километров территории Финляндии. В итоге, в 41-м году обиженные финны вступят в войну на стороне Германии, а Советский Ленинград практически сразу попадет в блокаду, где до 44-го года умрут от голода 632 тысячи человек. Как вы уже догадались, сегодня рассказ о войне пойдет, но не о финской, а о Втором мировое повествовании. Об одном из ее эпизодов, а точнее о так называемых Суражских воротах. 40-километровые бреши во фронте на востоке Витебской области, которую немцы полгода не спешили закрывать. Кругом леса до болота никакие тяжеловооруженные армии противника не пройдут. Фактически это можно назвать первой белорусской землей, отвоеванной у немцев Советом еще в 41-м году. Я отправляюсь в деревню Пудуть, близ границы с Россией. Представляете, в те времена в Пудуте даже целая картонная фабрика работала. Давайте же совершим это загадочное и интересное путешествие. Изучим события минулых лет на местах. Мне предстоит преодолеть около 70 километров, чтобы попасть в самое сердце Суражских ворот, а дорога будет пролегать вдоль западной двины. Это Руба. Сегодня часть города Витебска и можно было бы проехать ее не останавливаясь, но Руба знаменита тем, что добывают здесь доломит. Это единственное такое место в Беларуси. Доломит необходим при производстве стекла, керамики, цемента и удобрений. Сейчас добыча идет в карьере Гралева. Вот он на ваших экранах. На месте карьера раньше была одноименная деревня. Породу подрывают, грузят на белазы и отводят на переработку на завод. Из труб, кстати, не дым идет, а доломитовая пыль. Для почвы полезно, но когда ветер неблагоприятных направлений, в Рубе окна предпочитают не открывать. По причине подрывов породы в карьере и не строят здесь высотных зданий. На развязке дорога уходит направо. Здесь недалеко, кстати, имение художника Ильи Репина находится. Видео о имении тоже недавно было на канале. Но теперь о том, как же получилось так, что немецкие войска допустили появление суражеских ворот на стыке флангов армии Север и Центр. 54-я стрелковая бригада 3-й ударной армии в ночь на 20 января 42-го года захватила райцентр у Святой Псковской области и закрепилась там. Так был образован Северный край ворот. На вере, что вдоль русла Западной Двины наступала 48-я стрелковая бригада 4-й ударной армии. 26 января 42-го года бригада попыталась сходу взять деревню Кресты. Попытка не удалась, не помогло даже прибывшее подкрепление. 28 января пришлось оставить заслон и обойти деревню. Трехдневное промедление сказалось на оперативной обстановке. Немцы успели перебросить в Велиш подкрепление. Однако советским соединениям удалось таки закрепиться на северо-западной окраине Велижа. Немецкие подразделения контролировали половину города и левый берег Двины. 249-я советская дивизия 51-й бригады наступала на Сурож и Витебск. 3 февраля, имея в своем составе всего 1400 бойцов, дивизия вышла к окраинам Витебска, но обнаружив на подступах силы противника, отступила на восток, к деревне Островские. Сейчас на ваших экранах как раз та самая дорога и те самые деревни, в которых разворачивались события. После Островских подразделения по приказу отошли к Велижу и закрепились там. Так был образован южный край ворот. Немецкие войска оставались на позициях в Сурожи, контролировали подходы к Витебску и городок. Причинами игнорирования гитлеровцами столь огромной дыры во фронте являлись недостаток подразделений после летней кампании 41-го года. Растянута с линией обороны и нежелание группы армий «Центр» и «Север» брать на себя ответственность за лишние 40 км фронта, а также общее спокойствие командования за этот участок. Единственная дорога проходила вдоль западной Двины и вела в укрепленный гитлер. А вот и деревня Тарасинки. Направо, если повернуть, то попадешь на парон и можно переправиться в основную часть Сурожа. Но об этом позже. Нам налево, вдоль Усвячи, еще 15 км пройти, да в самое сердце ворот попасть. Это деревня Тарасинки. Последний рубеж. Я имею в виду не вширь Суражских ворот, а глубину. В следующих деревнях на запад, который только что проехал, уже стояли немцы. Хотя иногда и удавалось оттеснить их в Витебск. Как и на другом берегу Двины отсюда, в Сурожи, также находился немецкий гарнизон. Были попытки выбить их из городка, но быстро приходило подкрепление из Витебска, и все возвращалось взад. А еще в Сурожи немцы держали в заложниках родню одного из командиров партизан Шмырева. Среди бойцов бать Каминай. Чтобы он сдался на милость врагу, впоследствии все заложники были убиты. Все в Кунище. Там даже память чистого закуриста, где она дома заедет сама. Где там себяки, коньки, там стояла. А коньки деревни уже же нету, там один дом остался. Там, может, дом какой-то и стал, а так там все уже нет. А давно она исчезла, эта деревня? Уже ладно. Ну ясно. А я там на рыбалку ездил, в коньки, осень. Да. Рыбу, шук ловил. Хорошая дорога закончилась после Тарасинок и началась Ж. Конкретно Ж. Конкретно Ж. У него есть люди, которые осторожили, которые давно уже есть одна, Танфения Карабухина. В этом году поумирали все. Ну там еще дачники все. Мой сынок рабил в партизанах. Тут тоже. А потом вот есть мышца, армия. Ну, автолавка, ну вот такая приезжаете, что там. Это все. Ну, предприниматель видно. Мы ждем за годы будем в субботу. А по каким дням? В субботу, а автолавка в среду. Ну, где было пусто, хочет открыть магазин, тоже это предприниматели пока что не скрывают. Ну, вот так и живем. Потом будем смотреть ваше кино. Спасибо. Про наш забытый край, молодой парень, кто интересовал. Здесь знак с указанием направления деревень. Пудать налево, партизановка. Счепечи и кабаны направо. Который знак уже конкретно вон зарос уже. И не видно даже. Ну, нам налево. Вот она, деревня Пудать. Раскинулась под прикрытием реки Усвячин на западе и Велешки на юге. На восток и северо обширные Ярловые леса до болота. Идеальное место обороны и по партизанить. Так и произошло. В Пудате из работников картонной фабрики в июле 41-го Шмыревым был сформирован небольшой партизанский отряд, который во время действия Суроческих ворот, а это 1600 квадратных километров, заразросся до нескольких сотен. Плюс другие соединения действовали, да и части Красной Армии подошли. Сообщается, что из деревень партизанского края на советскую территорию было отправлено 1600 тонн хлеба, 10 тысяч тонн бульбы и до 4000 лошадей. Сколько оставили продовольствие местным жителям в официальных сводках не сообщается. Но 25 тысяч мужчин было мобилизовано в Красную Армию. Санкт-Петербурга картонная фабрика получается а вы не знаете в каком году примерно перестала работать сейчас посмотрю так а что так получается но от производств от городов далеко и сделали картонную фабрику не это наоборот она из россии туда течет в связь ну конечно я просто ну ака картона как для кого тут картон там я вот так обычно же мы делаю там чтобы рядом с заводами какими-то чтобы поставлять в городок витебск так далеко возить ну ясно но как интересно я даже не знал наверное функционировала на это база отдых она прожила несколько потом развал союза витебске международные перевозки были от f2 это было их не вас они строили а сюда конечно авто лавка мужа приезжает часто вот это магазин ну раньше а там ешь уже как-то и нет вроде там если вот это дорогие но там только кладбище наверно осталось нельзя на картах его нет ну такой я слышал да то я смотрю там и кирпич получается такой что до сих пор стоит не разваливать красный красный разве это не оригинальный кирпич но белый понятно в красный наверное изначально как построить но я так и понял получается генератор где-то ж был да интересно так тут вот это я помню что было здесь вечером заводили ее где-то часов так электростанцию еще светло было и свет на деревне было бесплатно или платили за свет что-то наверное счетчиков все тогда тут не было наверное бесплатно думаю да ну это было леспромхоз потому что двигатель стоял тракторный а конечно магазин забыл а потом и после конец там получается я смотрел как пункт пропуска с территории россии действующий пограничный уехали все ну вот плане наших то давно нет понятно они они были поставили блоки чтобы не приезжал наверно недавно когда коронавирус этот мы это вы собрали он то есть и пахать наверно может да это хорошо интересно интеллект а двигателя чувство от мтз но он вообще на ходу да а что же вы сразу не сказали а собачка спит жалко интересно интересно в общем на ходу все заводится ездит до от т-40 можно так приоткрою небольшой рабочий беспорядок это нормально да круто хорошая самоделка вот так вот вещь после проведенных немцами наступательных операций окончательно завершилась история суржевских ворот второе название витебский спустя шесть месяцев 26 сентября 42 года по сообщениям один из финальных эпизодов выглядел так цитата группа немцев в количестве 40 человек переодевшись в гражданскую одежду пользуясь беспечностью руководителей оперчекистских групп и командир отряда шпакова внезапно напала на фабрику в пудути находившийся там партизанский отряд 60 человек и до 70 работников нкгб не принимая боя бежали пользуясь этим противник ввел силы и закрепился на фабрике и в рабочем поселке пудути затем противник занял дорогу сурож усвятый на участке отлюшкова до пудути и таким образом закрыл ворота бригада оказалась отрезаны от частей красной армии при этом противник в пудути в качестве трофеев захватил до 40 тонн ржи склад коштоваров 50 тонн картона 500 пар лыж оборудование картонной фабрики вот она пудочка и картонная фабрика и лыжи тут делали и картон какой-то в ряд здания двадцать восьмого года постройки ухты а стены интересные так комаров здесь скрывались партизаны воевали иногда с немцами иногда успешно иногда не очень керамзит сверху на потолке дырки ничего что тут походу ох ты представляете я не знаю это с 28 года осталось участь тут и водопровод значит был в туалет это душевая так тут еще один туалет но вопрос в том что если это не современная пристройка что скорее всего так и есть потому что не похоже на только что ремонт был со времен неплохо так деревне вдали от больших городов вот такой вот и современное это производство было на кирпичи местные растащили ну слава богу с другой стороны даты я не вижу 28 год к сожалению пока нигде а дверь-то закрыта еще вот интересный вопрос современный телевизор корпус от него получается получается вот еще да либо привез телевизор еще что-то но как-то он глядел короче вылез вылез вон там еще какое-то здание это может быть как для отдыха было что ли с узорчиками красиво вон наличники такие и смотрите даже цветы растут возможно посажены кем-то вон там еще слева здание ну давайте к реке спустимся видно тут остатки дороги идет был подъезд да то здание которым сейчас посмотрели это скорее всего что-то для отдыха видимо было само производство наверно либо вот в этом здании либо слева давайте сюда зайдем вот дождь не кстати охоте здесь опять такое красивое что-то типа солнце но будка эту скоро завалится какие-то надписи 96 похоже здесь такой же плиткой обделано как и там странно что плитку не растащили вот панорамовым крыши нет бревна ушли в дело о а там еще одно здание давайте-ка пройдем держит а дата 28 а ну я наверное один из первоначальных валетов был возможно ну да туалет типа сортир что получается в речку все сбрасывали сай вот речка усвяча ну как половина речки учёсы витебской вот комплекс зданий картонной фабрики в пудочи клещей бы опять не подцеплять посмотрите вот наверно было к фабрике тут как бетонными плитами все равно выложены до снизу похоже бетонные плиты вот был подъезд вот один одно здание там дальше второе третье так вот это одно из главных интересная дырка вентиляция возможно было вытяжка какая-то ну да ты двадцать восьмой год пока не но вот этому кирпичу заметьте как говорит местный житель двадцать восьмой год двадцать восьмого года постройки этому кирпичу почти 100 лет получается от качества какой да ну я не правда тут говорю белый белая не знаю скорее все это уже современно красный почти стольничек уже стукнул какой-то типа типа подвал ё-моё что здесь было просто бункер какой-то все просто бункер история иногда к сожалению иногда к счастью повторяется но историю нужно знать правда с двух сторон чтобы оценить реальный масштаб трагедии или наоборот успеха а узнать нам предстоит еще очень много все империи распадаются даже римская продолжая присоединять земли на самом деле вовсю трещала по швам так произошло и с другими где они сейчас величие измеряется неразмерами территории количеством танков на фронтах человек его права и свободы качества его жизни вот единственная мера величия государства в современном мире вы смотрели очередную серию о нас год 1941 2022 на сегодня все обязательно комментируйте подписывайтесь на канал поделитесь роликом в соцсетях и конечно палец вверх до следующих видео пока пока назад я возвращаюсь немножко другой дорогой через сурож но в сурожи моста нет на другой берег западной двины про сурож я не буду сейчас рассказывать потому что у меня было видео еще по моему осенью вышло там даже и не одно мельком я его зацеплял и мельком и полностью и подробно про сурож поэтому только засвидетельствуем переправу паромную мост дело дорогое но с другой стороны паром это ведь и живописно можно сказать местная достопримечательность паромов беларуси осталось немного так что посмотрим как работает это переправа а вот и зайчик впереди он стал заяц эй косой живность сколько что не боится к вам бежит не в лес пойдет нам на сурож на паром с утра я проезжал здесь поворачивал налево теперь же как и задумывал уже вечером едем дальше это часть городка сурож который контролируется партизанами но это небольшая совсем а вон той страны которая налево он туда так же было под немцы вот сейчас вы увидите на экране знак паромная переправа справа от нас поворачиваем налево и паром уже нас ждет вот пожалуйста переправа бесплатно ничего платить за это не не надо вовремя приехали можно заезжать внимание водитель при езде на паром высадит пассажир заезжай на том берегу находится катер который работает скажем так в межсезонье когда паром не может работать вот тогда на нем перевозят но так тут и пожарная машина получается умещается сюда трактора лесхоз пока что остается мне только ждать опять льет дождь вовсю прячусь вот ходит паром вроде бы расписание должно быть там на берегу но вроде бы раз в полчаса раз полчаса должен ходить точно тут и пожарные машины потому что ну сурожи пожарный пост есть на том берегу я не знаю где в ближайших деревнях пожарных постов по моему никаких нету если кто тут будет смотреть там из местных напишите обязательно вот поэтому конечно если не дай бог что то этот паром мы очень очень сильно помогает потому что мы станет были планы отмеря в сурожи было тоже были тоже планы построить электростанцию в свое время но в итоге от этой идеи отказались сейчас электростанция работает в витебске и результате даже в сурожи тут тоже поднялся уровень воды после постройки планы электростанции а и 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok